Сельское поселение Ильинское объединяет 21 населённый пункт. Это сёла, посёлки и деревни. Силами местной администрации все они содержатся в чистоте и порядке. Но не всегда полномочий, которыми владеет местное руководство, достаточно. В Ильинском ещё остаётся львиная доля территорий, закреплённых за федеральными и региональными ведомствами. Круглый стол наш сегодняшний, он идёт во исполнение поручений губернатора о разъяснении жителям и собственникам и владельцам земельных участков об их обязанностях по наведению чистоты и порядка. Провести первое совещание и выработать единую стратегию развития благоустройства решили на примере нового жилого комплекса «Рублёвское предместие». Новосёлам этого микрорайона пришлось столкнуться с путаницей в территориальной ответственности чиновников. Там семь видов собственности. Получаются юридические лица, физические лица, предприятия, организации, дорожники двух уровней, гослесфонд. То есть каждому будет определена чётко своя территория. На Рублёвском предместе, на новом жилом комплексе сделать типовой проект для всех наших посёлков, сёл, деревень, чтобы как образец было. И заодно, в общем-то, успокоить жителей Рублёвского предместия по ряду злободневных вопросов. Злободневные вопросы жителей Рублёвского предместия касаются уличного освещения, наличия парковочных мест, уборки мусора, установки детских и спортивных площадок. Вынесен на обсуждение и вопрос в связи с отключением в домах горячей воды. Из-за несогласованности действий между снабжающей организацией и управляющей компанией, жители предместия более недели остаются без водоснабжения. Насколько это возможно, я прошу помощи администрации Московской области в взаимодействии с «Газпром» Межрегионгаз. Первое, в вопросе возобновления поставок под наши обязательства гарантии расчёта до начала отопительного сезона. И второе, чтобы то заявление, которое мы подали во вторник о возбуждении уголовного дела в отношении УК Рублёвское предместия, которое скоропостижно прекратило обслуживать часть домов, чтобы это всё-таки было доведено до конца. На сегодняшний день это ваша ответственность. Вы понимаете? То, что вам управляющая компания должна, это да, это плохо. Это вы судитесь, это вы будете судиться. Но на сегодняшний момент вы не обеспечиваете жителей горячей водой. Для того, чтобы решить этот вопрос, должен генеральный директор присутствовать вместе с графиком, утверждённым главой поселения, о реставрализации долгов и ехать в Межрегионгаз. Чем быстрее вы там будете, тем быстрее этот вопрос решит. К моменту выхода сюжета в эфир, руководство, снабжающее организации, при взаимодействии с Ильинской администрацией, передали необходимую документацию в Межрегионгаз. Возобновление подачи жителям горячей воды – вопрос нескольких дней. Необходимо в Рублёвском предместе расширить узкий тротуар и организовать пешеходный переход на участке поворота к селу Никола у Рюпина с Ильинского шоссе. Сегодня эта территория не просто доставляет неудобства, а создаёт опасность проходящим здесь жителям. Решить эту и другие жилищные проблемы удастся после утверждения схемы планировки и создания электронных паспортов к каждому земельному участку. Это схема благоустройства территории. Она будет утверждена МинжКХ области и, соответственно, она будет обязательна для исполнения всеми субъектами на территории нашего поселения. Таким образом, не только в Рублёвском предместе, но и на территории всего Ильинского поселения не останется неучтённой земли, дворов, улиц, ответственных за содержание которых невозможно или трудно найти. Татьяна Антышева, Алексей Батов, Марьяна Бустрова, КРТВ.